Спорт в Ульяновской области доступен каждому, но не все его виды и не для всех бесплатно. Любители экстрима сами пробивают себе путь к карьере. И есть успехи, если раньше местные скейтбордисты тренировались на улицах и в подземках, теперь в крытом помещении. За любое удовольствие приходится платить. Аренда квадратных метров, закупка оборудования. Рублём помогли областные предприятия. Плюс в конце прошлого года Федерация скейтбординга выиграла грант в 45 тысяч рублей. Однако для выхода из тени этого мало. Нужна инфраструктура, крытый бетонный скейтпарк. И с появлением такого скейтпарка уровень наших спортсменов, экстремального спорта, вырастет в разы. То есть буквально за первое место существования в два раза поднимется. А мы сейчас даже нормально не можем выступать на всероссийских скейтбординах. То есть уровень как бы низкий, мы с этим ничего поделать не можем. У нас есть скейтпарки, но они начального уровня. К таким относится площадка у студгородка Улгу, новый скейтпарк в Прибрежке. Последний пользуется спросом среди спортсменов. На тренировки приходят по 50 человек за раз. Существующие размеры не справляются с таким наплывом. Скейтбордисты просто бьют с лбами друг от друга. Есть и хорошие новости. Потенциал региональных экстремалов заметили в федеральном центре. Теперь за появление необходимых условий болеют и коллеги из столицы. Если мы говорим, конечно, про олимпийский скейтбординг, про спорт высших достижений, то, конечно же, здесь есть потребность в появлении полноценного крупного бетонного скейтпарка. Потому что бетон – это мировой стандарт. То, что сегодня построено в области – это фанерные скейтпарки. То есть это вещь более любительская и менее долговечная на самом деле. Потому что бетонный скейтпарк хорош тем, что эксплуатационные расходы по его содержанию стремятся к нулю. Чего не скажешь о фанерной площадке. Доски начинают предательски прогнивать спустя пару лет эксплуатации. Казалось бы, одни плюсы – бюджетно, удобно, да и спрос растет с каждым годом. Но дело дальше обсуждений не двигается. Открыть бетонный скейтпарк планировали уже летом этого года вблизи набережной реки Свияга. Со слов скейтбордистов информации о том, что счастливый финал близок – нет. На проблему обратил внимание Алексей Русских. Вопрос двинулся с мертвой точки. По крайней мере, известна дата, когда профильному министерству предстоит держать ответ перед главой региона. Надо подумать, потому что действительно сезон кирайф выходит. Это уличная такая история летняя. Это даст предложение, если мне не будет. На обещания спортсмены смотрят с недоверием. К тому же есть нюанс. Недалеко от набережной, где должен расположиться скейтпарк, уже началось строительство дорожной развязки. Смогут ли соседствовать два объекта поблизости – непонятно. А пока ульяновские спортсмены уповают на лучшее. Продолжают мечтать о проведении чемпионата России по скейтбордингу в Ульяновске. Александра Никитина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.